Память о казахстанских фронтовиках свято чтут даже далеко за пределами нашей страны. В небольшом белорусском городе Волковыск особенно гордятся нашим земляком Казбеком Нуржановым, который погиб, сражаясь с фашистскими захватчиками. В память о нем местные жители ежегодно проводят спортивные соревнования, а одна из улиц города названа в его честь. Здесь, в братской могиле, покоится прах 199 советских солдат. В 2010 году поисковики обнаружили, что тут свое последнее пристанище нашел наш земляк Казбек Нуржанов. В 1944-м при освобождении Белоруссии Казбек Нуржанов был на передовой. Возглавляемый им отряд ворвался в оккупированный фашистами Волковыск. Его решительные действия посеяли панику в стане врага. Гитлеровцы бежали, бросая боевую технику и оружие. К сожалению, в том бою наш земляк получил смертельное ранение. В 1945-м Казбеку Нуржанову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Наши отцы и деды, отдавая свою жизнь, проливая кровь за нашу великую общую родину Советский Союз, конечно же, мечтали о том, чтобы мы жили светло и радостно, и самое главное, в дружбе. Поэтому вот наша память, наша молитва об этих людях – это маленькая толика того, что мы можем сделать сегодня. Каждый житель Волковыска свято чтит память Казбека Нуржанова. Яркий пример тому – ежегодные соревнования по лёгкой атлетике в его честь, которые проводятся с 1978 года. Спустя 40 лет турнир приобрёл международный статус. В этом году впервые в нём приняли участие казахстанские спортсмены. Мы привезли детей, количество 10 человек. Хотим отдельное спасибо сказать белорусскому народу, что помнит и продолжает проводить турнир такого масштаба. И что этот турнир сейчас выходит на новый ранг международного ранга. В этом году на турнир съехались около 400 детей. Юные спортсмены трёх возрастных групп соревновались в 17 видах легкоатлетической программы. Победители наградили ценными призами и грамотами, предоставленными посольством Казахстана в Белоруссии. Мне очень приятно принимать участие в таких соревнованиях. Тем более в этом году им исполняется 40 лет, и они становятся международными. К нам приехали гости из Казахстана и пытаются с нами соревноваться. Лично я хочу им пожелать удачи, и чтобы у них всё получилось. Спасибо белорусскому народу за умение чтить память павших воинов-освободителей. Это ценно прежде всего для подрастающего поколения, ведь именно ему предстоит хранить историю. Подвиг Казбека Нуржанова – пример мужества, отваги и любви к родине. Мы должны гордиться им. В местном военно-историческом музее Казбеку Нуржанову посвящена экспозиция. На уроках школьникам рассказывают о его подвиге. Помимо этого, одна из улиц Волковыска носит имя нашего отважного соотечественника. Ярнур Душанов, Хабар-24, Беларусь.